здорово сейчас мы будем говорить наш о чем о том какими должны быть сноубордические штаны и о том какими они наверное все таки не должны быть ну а втором поменьше в основном о том какими они должны быть и на обзоре у нас будет естественно дисси любимый дисси и это очень очень старые очень старые олт важные штаны отважные штаны я даже не знаю с чего начать здесь просто каждый сантиметр это какие-то примочки какие-то преимущества как вот давай наверное снизу штанин пойдем здесь у нас замочек так как у всяких там вот эту висюрку я сам придел не так как у как он у меня для сравнения будет фелк фелки как он правильно называется никто не знает вот как вот я буду показать как неправильно и как правильно здесь уже заранее есть пластмассовый чтобы тебе руками не на морозе не хвататься за холодное не прилипнуть языком я не знаю молния вайки и кей это тоже важно потому что хорошая молния почему бы и нет здесь должна быть хорошая молния чтобы она расстегивалась застегивалась без всяких проблем чтобы не мучиться потому что здесь у нас будут ботинки обрати внимание какая широкая штанина здесь это не широкая здесь здесь правда у фелклов по длиннее расстегивается можно по выпендриваться немножко но вот здесь вот дальше ничего интересного дальше что у нас здесь это вот только начало как бы все простенько ничего особенного ниже у нас просто здесь у нас правда есть небольшое уплотнение чтобы можно было это не уплотнение это просто как заплатка наверное она не двухсторонняя видимо чтобы можно было это место вырезать и другое пришить наверно буквы виси такого нет ну и хрен с ним значит так и надо они же не могут ошибаться здесь у нас начинается уже что-то поинтересней такая вот как юбка для юбка для ноги до с резинкой с красивой резинкой они как попала крепеж есть для ботинок очень все продумано прям чересчур здесь две клепочки чтобы вот эта штанина не гуляла пристегиваешь вот клепка вот и все посмотри как продумано все то есть каждая мелочь один из недостатков диссей то что они делают вот эти принты у них говеные они вот ну постепенно начинают отваливаться ну по большому счету если ты нормально прям катаешься если ты катаешься но по-серьезски а это бренд для серьезных товарищей все таки более менее серьезно как минимум начинающих продолжающих вот эти штаны быстренько за хреначишь и пойдешь за новыми так что особо так как придираться к этому может даже не стоит ну да поднимаемся выше и находим здесь карман карман обрати внимание карман он есть у феклов карманов нет вообще кроме вот этих самых простых вот вот этих вот и здесь они у чудо добавили вот эти висюльки хоть что-то и у феклов да вот смотри она хватается куда карманут буквально вот у меня только рука влезает правда здесь флиску добавили ну да ладно мы идем пока боковой карман это на бедре это на бедре карман я не особо знаю за столько карманов здесь сразу две липучки и еще одна липучка смотрит как как чехол водонепроницаемый для телефона вот и там уже внутри нас еще ждет сюрприз здесь такая приблуда с логотипом DC вот мы и так тянем и подтягиваем штанину то есть вот эти большие штанины они прям клёш такой страшно выглядит ужасно но их можно подтянуть чтобы как-то передвигаться когда пока ты не катаешься ну такой вот просто дайте на горке скорее для тех кто любит парке кататься здесь у нас есть логотипчик не знаю зачем здесь но он есть это верхний карман тот карман который ну как он вот здесь карман самый ближайший вот этот спереди уж так не особо то понятно посмотри какую приблуду они присобачили сюда чтобы этот карман легко можно было открыть даже в рукавице не то что в перчатке а в рукавице которых рукавицах катаются очень часто очень многие бомбардисты в отличие от лыжников и карман открывается закрывается вниз вот так открывается вверх я не очень люблю эту тему но говорят что так надо типа когда тебе надо открыть карман вот так вот его быстро открываешь то есть открывать его проще чем закрывать как-то так но мне не очень нравится потому что карман здесь в отличие от тоже у стекла и он здесь глубокий у меня прям конкретно лапа туда помещается на можно он телефон например сложить закрыть даже если забудешь закрыть он особо не вывалится уже липучки еще выполнить например они прям усложнили вот давай задний карман там задних карманов у всего нету тоже тема все то же самое две липучки здесь плюс липучка там конечно это мне кажется чересчур но тем не менее там есть место вполне себе да у шоков никаких карманов сзади уплотнение тоже на жопе особо нет есть круче бренда чем 10 есть там вот 6 6 8 6 по называется те вообще все все учитывать я чуть не забыл повезло что не забыл здесь у нас обязательно клапан на сноубордических штанах сноубордических про лыжников я не знаю тут тоже смотри закрытая молния вот она чтобы снег не попадал тоже такая висюлька есть не знаю как они правильно по научным называться тоже можно в перчатках расстегивать посмотри какая длинная до самой простаты разрез широкий здесь вот эта вот часть она чуть резиновая она чуть тянется вот эта вот сетка они так свободно плюс еще эта сетка она идет прямо ниже колена начинается примерно вот так вот застегивается вниз тоже тема быстро открыл и постепенно закрыл когда ты готовишься к поездке ты скорее всего закрываешь поэтому ты вроде как готов а когда тебе резко что-то надо раз открыл но как-то так видимо так тут тут продумано все молния правда здесь не а нет вайки кей тоже сейчас здесь и не так хорошо шутка раньше немножко обленились так ширинка ширинка обрати внимание тоже с висюлькой мало ли что то есть вот этой висюлькой твоя висюлька то есть если она тебе понадобится здесь тоже смотри молния от попадания влаги защищена что здесь у нас здесь у нас у фёклов обычная дурацкая молния никакие не лайки кей так она застегся но правда тоже защита от влаги при том что стоят эти штаны примерно одинаково можешь в это поверить вот это вот вы блядь вот это вот херня стоит примерно столько же как это вот вещь просто вещь ладно поднимаемся выше то есть клапан мы заметили там клапана нет нет клапана то есть когда ты и поднимаешься на горку допустим какие-то там делаешь вещи потеешь подеешь вот между ног потеешь зачем нот перри перегреваешься почему так сложно поставить молнии две сраных молнии вы продаете за такие бабки вот и не можете молнию стоить ширинка прикрыта здесь серьезно все не так как там и ну давай-ка мило по мелочам застежка вот и кнопка то есть тут все стандартно здесь у фёклов вот так идет застежка не две клепки честно говоря мне у фёклов больше нравится она как тут проще клепки расстегнула нас расстегнулась а здесь дань вот она видишь может не так надежно я не знаю плюс не минус не поймешь чего здесь еще давай еще не буду подниматься давай что вот здесь значит здесь идет внутри внутри идет это как пояс да здесь есть вход для ремня то есть можно ремень сюда всадить любой и подтяжки снова ну вот эти вот для остановка же специально вот это вот эти вот подтяжки для сноубордических штанов из горнолыжных они тоже есть такие они сюда тоже пойдут поэтому здесь широкие вот эти вот хлястик или как называется и вполне себе нормальный ремень сюда влезет статью у фёклов здесь с этим проблемы нормальный ремень туда на хрен не влезет здесь есть вот такие манжет ну как манжетки что это как-то назвать но они для подтяжек подтяжки шли к этим штанам в комплекте здесь и подтяжек нет тут мне особо они видимо подходили но в принципе подтяжки можно сюда организовать если надо да вот давай перейдем это внутренний такой как ремень и он ли он на резинке смотрим здесь вот здесь резинка проходит по спине вот хлястик есть специальный прикрепил и уменьшил объем талии а у страны фёклы у них снаружи понимаешь и никакой резинки тут все за счет вот этой вот беды то есть она все так неудобно и если сюда ставить ремень а я предпочитаю ремень сюда ставить по разным причинам там у меня через сцепление ну короче защита черепаха там садила это же как-то на пределы шпана не не скакала по тебе черепаха как говорил и ребенок но здесь особо вот ремень приходится вот на это вот так вот накладывать зачем это когда ты просто мог вот просто можно было сделать все то же самое но вовнутрь вот этот ремень он внутри это круто это удобно ну есть такая штучка чтобы подвешивать она она у всех есть подобных штанов здесь даже продумали настолько что здесь можно написать свое имя там какие-то данные телефон там что-то такое видимо на случай если тебя в этих штанах найдут головой вниз в сугробе кстати здесь для промежности такой вот удобная мягкая мягкая такая ставочка видимо чтобы было приятнее у них ходить здесь на штанах никаких мягких ставочек вот она урвется здесь по-моему зашелом потому что у них выкройка херовая для сноубординга они должны посвободней вот многие сноубордисты выглядят как рэперы из 90-х это ужасно выглядит но это прям удобно я тебе скажу выполнять какие-то фигуры если просто скатываться ну скатывайся мембрана к сожалению тут не очень пятерочка но тут хорошая мембрана серьезная она прям чувствуется вот она чувствуешь слышишь шуршит на феклах мембрана не чувствуется и когда в них катаешься да то есть на холоде в них находишься она тоже не чувствуется в них как-то жарковато это не похоже на мембрана то что встречается крайне редко на сноубордистских штанах и все-таки вещь очень нужная кто часто катался по снегу там по фрирайду бывало такое что под под куртку попадал снег чтобы этого не происходило есть очень неудобная вещь называется юбка крайне тяжело с ней как-то сладить как-то и приделать чтобы она работала но тем не менее она есть это на куртках а здесь тоже самое юбка снизу у штанов когда подобные штаны сноубордистские дорогущие видишь на фотографиях то в интернете ну на магазинах как они продаются никогда не понимаешь что это за фигня вот это вот я раньше не понимал он понял это на резинки это такая юбка она вот так застегивается тут регулируется у меня уже немножко но здесь стояли такие концевички уже надо немножко подремонтировать все это дело но тем не менее вот она затягивается и снег уже сюда не попадет и любой сугроб можешь брать делать что хочешь снег штаны не попадает снег штаны это неприятно особенно с 5000 мембраной снег штаны вообще не очень приятно там 15000 мембрана снег еще ладно хрен с ним он быстро все что намоку она быстро высох не там пяти минут а с пятитысячной мембраной я не хотел снег штанах иметь так да еще менты спримутся снегом штанах вообще проблем будет много еще какие-то я хотел да вот здесь у нас не просто надпись эко тэк эко тэк эко тэкс эко тэкс эко тэкс это название мембраны где такой хлястик и на мощные какой-то и липучки у нас здесь карман внутренний карман внутренний карман только вдумайся внутренний карман на штанах возможно прятать какой-нибудь кошелек еще что-то не знаю телефон сюда по традиции не вмещается это такая традиция делать карманы для телефона но телефон туда не влезает у них не знаю какой-то на 4 айфон у них рассчитан такой что-то вот но очень похоже на карман для телефона но карман для телефона вот здесь где-то возле 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 чего возле гениталий где-то наверное не стоит вот но какой-нибудь кошелек сюда можно вполне себе заныкать что у нас еще тут есть интересного столько всего так как и узкал то регулируется юбка а вот что забыл здесь то чего нету ни у каких феклов вообще забудь даже просто не мечтает чтобы такое было на каких-нибудь говно штанах и по филку потом поговорим почему примерно это происходит вот такие вот штучки молчать того что здесь под нормальный полноценный человеческий ремень расчет нормально любому можно и даже армейский как это офицерский ремень сюда влезет вообще песчану влезет посмотри раз два три четыре пять шесть шесть штук шесть штук вот таких вот хреновин для чего они нужны для того чтобы тебя покажу значит у нормальный сноубордической куртки тоже 10 на юбке вот юбка на поясе понятно да объясняю на поясе есть вот такие вот висюльки тут их три бывают еще вот вот здесь еще бывает это вообще круто когда спереди еще есть для того чтобы тут вот эта юбка она не задиралась она бесит просто собака как она задирается постоянно будто она просто выносит мозг некоторые эту юбку отпарывают и я очень хорошо понимаю но все-таки хочется с ней кататься потому что с ней теплее с ней не задувает ветер фиг снимать там снег попадает а он попадает при падении часто если падаешь тренируешься начинающий там все такое в сугробах больших когда много снега мокрого такого снега то попадает конечно под куртку серьезно и вот они вот эти штучки они как раз до крепятся понимаешь они сделали здесь юбку для того чтобы снег не попадал в трусы и они сделали не пожалели пришить лишний кусочек материала вот здесь будет крепиться юбка у куртки юбку куртки особо не задирается опять же у защиты типа черепаха там защита спины у них тоже бывают такие вот приколюхи для одну которую там почему-то крепится к штанам естественно и здесь они хорошо подойдут если крепится допустим сюда то вот смотри какое расстояние мы теряем надо я бы вообще их наверно куда даже может сюда переместил может быть не знаю поэкспериментировал бы но тут как бы стандартное место такое что прям держит хорошо так ну вроде все по внутренней части ну все так вот как то по спортивному вот эти вот вот эта штука сеткам такая спортивная почему вот примеру я делал на них обзор по моему на филку когда их покупал тут конечно сенсор tex 10000 у нас тут другая мембрана экзотекс зенер зимер зенер по моему называется перчатки но они шьют только перчатки вот у них мембрана офигенная неизвестно сколько тысяч но там прям круто в перчатку прям когда там чай пьешь еще что-то снег попадает там кусок сугроба туда попадает а мне пофигу я туда вставляю руку и через не знаю через десять секунд ну а я чувствую как это снег тает это неприятно вот он расставил через десять секунд рука сухая как будто вот так феном обдали ну не теплым а не знаю какое ощущение просто бац и все и рука сухая и они не намокают ни снаружи ни снутри эти тоже не промокают естественные тени промокают и мембрана все-таки хрена она должна промокать и водоотплевывающие они конечно эти те то есть тут особо как-то искать нет смысла разницу в чем проблема у феклов это бренд не стоит брать потому что хорошо себя зарекомендовали среди горнолыжников и даже по-моему лыжников то ней хорошо шьют все круто теплые куртки все классно но они не знают что такое сноуборд это чуваки вот этот бренд он конкретно для лыжников вот горнолыжники они его знают они оценят они его любят эти ребята они не могут просто найти на горке кончу ака когда чувак объясни нам как должны выглядеть брюки для сноубординга как должна выглядеть куртка для сноубординга как должно хоть что-нибудь выглядеть для сноубординга как твою мать доска должна выглядеть для сноубординга чтобы на ней можно было кататься ну такой крутой бренд такого не все довольно таки дорогое подумай только вот эти вот эти эти штаны они стоили примерно одинаково их разве их можно сравнивать правда вот эти феклы они потеплее будут но эти широкие вот под эти нормально ничего не наденешь а эти широкие них регулируется воздухообмен здесь да тут приточно вентилировать можно и под них можно хоть какие штаны надеть я думаю в под них можно в джинсах запиле запилиться если захочешь сильно правда не рекомендуется естественно под мембрану хлопок нельзя но тем не менее какие-нибудь такие очень плотные штаны из реноса там еще чем сюда запросто запихаешься в них и будешь чувствовать себя максимально комфортно а то что здесь они плотнее теплее ну только потому что они туда ваты напихали ну мне это как-то не сильно греет понимаешь да я здесь могу их утеплить сам как захочу а здесь они уже утеплены и в них в одну погоду в них жарко другую погоду в них не особо-то и тепло хотя ну конечно я в них катался и в минус 30 пусть и в минус 30 я в них катался в них и катался они теплые примерно такие же еще мне здесь и более упрощенные но мембрана 10000 более современные совсем новые лавана покажу вот есть такие еще не всегда менее современные более современные тут тоже вот видишь есть крепление для а это вот тут вот можно уже защиту крепить мне кажется это же для куртки вот юбка для куртки здесь она ниже подходит видишь я думаю для нее тоже широкая тема для ремня и отдельная вот еще одна манжетка но это наверное для скипасов есть киски пасы на веревочке тип такого говна крепишь тут здесь скипас провел он назад прилетел как-то так ну задний карман также две этих ничего интересного передний карман расстегивается уже в более адекватную сторону тоже тут есть висюлька такая простенькая со звездочкой большой карман красиво очень штаны естественно есть клапан клапан вообще на всех 10 штанах есть всегда здесь по-моему резиночка нет просто уплотнение только чтобы они не рвались так что у нас еще ну и конечно же вот этот карман я советую вообще не использовать чтобы дабы не портить print лишний раз потому что ну нафиг эти карманы в каком количестве я не знаю здесь уже придумали за что схватиться такой большой карман естественно тут тоже есть вот эта штука чтобы тянуть штанина я не пользуюсь потому что их потом тяжело назад вернуть первоначально состояние штанина так подтягивается здесь на штане не тоже есть два две клёпочки все здесь все такое клёпочка уже они не молния клёпочка вот здесь не знаю хорошо или плохо для меня скорее хорошо я подумал отнести куда-нибудь в ремонт хотя можно как менее 1 секунд ремонт одежды и вот сюда вот еще в собачить клёпку чтобы можно было так вот соединять ну идешь на горку нормальных штанах пришел на горку все у тебя колешоны для ботинок для ботинок очень удобно чтобы широкие штанины были внизу к сожалению да это выглядит уродливо человек похож на слоника подрезанного но тем не менее это удобно и тоже лайки и кей молния тут уже без весюлик наш на этом как он называется на этом ну ты понял так что у нас там все да вроде все ничего такого особенно больше нет внутри все простенько тоненькие они такие у них было хорошо давай уже тогда я и последние свои штаны покажу это самые укатанные вот я их покупал на скидках за 600 рублей посмотри какая жопа потому что мне их не жалко я я их пытаюсь любить они меня надоели и хочу от них избавиться но они классные потому что они скорее всего горнолыжные здесь максимально все просто клапана к сожалению нет но может быть стоило бы его поставить очень узкие здесь есть такая тема вот застегиваем застегиваем вот катаемся перестали кататься надоело кататься расстегиваем ставим сюда все вот они узкие них идешь мне не выглядит как обычные штаны спортивные я бы сказал что это гениально но это будет не скромно потому что эту штуку я сам придумал я и сам свой пришел ну это для тебя лайфхак бонус для того кто досмотрел до этого места дебильная система 5 живешься разводка во что она превращается ну тут хотя бы вот резиночка есть видишь отличие от феклов эти штаны дешевые здесь для скипаса у всех вас тоже есть сказать сказать один из плюсов у них есть где-то тут для скипаса а нету у них этого тоже нет ну тут есть вот по крайней мере есть для для подтяжек место видишь есть да но подтяжки здесь шли вот такие то есть они здесь на замочке на замочке и дальше вот так вот такие тут такая фигня из нее две подтяжки две резинки и они здесь крепятся но так как они утеряны я здесь из старых джинсов сделал сам вот и пользуюсь подтяжками от феклов потому что подтяжки у феклов единственное что есть хорошие да вот эта тема как они называются кармашки замок открывается вниз закрывается вверх внутри флиз это все по хардкору делают ну да у этих современных есть флиз внутри здесь флиз мягкий такой двух сторон очень приятно руки здесь держать когда замерзнут жопа ты бы смотри как убита от падения бесконечно тут все шито-перешито он лишь сколько шил это все перешивал 10 тоже флиз там замочек такой же обычный ток-ток-ток что у нас еще у нас ничего тут и нету они выглядят неплохо как штанцы вот просто ну так сидят хорошо здесь топ текс это скорее всего скажи мне как называется эта мембрана надо запомнить потому что да или бренд или топ спорт спорт план я не знаю что за бренд но топ текс это должен быть должно быть название мембраны и мембрана это великолепно и притом что эти штаны стоили 600 рублей мне там не 600 чем-то но проблем до 600 вот и это самая лучшая покупка за 600 рублей потому что все сезоны я их ушатываю и только в теклах я ходил основном на дуборез на дуболом и где-то там ну покрасоваться не знаю так как-то открытие сезона там какой-нибудь чё я в старых просто херачит есть ты учишься кататься лучше шорты с защитой надевать снаружи как ну такие вот продаются на алиэкспресс больше нигде такие которые снаружи крепятся потому что когда только учиться кататься и у тебя хорошие новые штаны ты их просто у гандошишь очень быстро когда учишься кататься очень часто падаешь именно на жопу на жопу на жопу и чаще всего люди любят новички любят кататься почему то я не знаю тогда когда солнце светит а ночью были заморозки и утром они приходят где-то ближе к середины дня такое солнышко светит все круто но ночью были заморозки и из-за этого на горке очень много льда прям лед и вот они по льду катаются на них страшно смотреть естественно один раз такой человек покатался ненавидит сноуборд вот и и штаны может порвать за один раз поэтому лучше защиту для начала внешнюю у меня есть на это обзор вот и не кататься на ледяных склонах а кататься на снегу чтобы не отбить себе самое дорогое что у тебя есть жопу виси ван лав майкраш я фанат этого бренда я не знаю почему ими завораживают вот как то так его единственному человеку на планете который может быть сколько вас двое трое кто досмотрел это видео до конца поставь лайк что ли я не знаю ну так для разнообразия так и надо выключить это делаю